Праздник в преддверии Дня Победы уже по традиции у ДКЖ в Новосибирске организовали Западно-Сибирская железная дорога и Росгвардия. Сегодня здесь курсанты Новосибирского военного института, сотрудники вневедомственной охраны, сотрудники спецподразделения Росгвардии проводят акцию, принимают участие в акции «Георгиевская лента», а также представлена техника и вооружение Росгвардии. Вооружение, средства, индивидуальная бронезащита и разгрузочные системы сил специального назначения Росгвардии вызвали неподдельный интерес и у взрослых, и у подростков. Бойцы спецназа могли поведать не только тактико-технические характеристики автоматов и пулеметов, но и рассказать об опыте их применения. Самое популярное, это всегда незабываемая классика, это автомат Калашникова. Индивидуальное вооружение. В данном случае вам представлено АК-200. Это, грубо говоря, можно так сказать, доработка обычного АК-74М. То есть у него уже штатный комплект обвеса, это складной приклад, планка Пикатинни. Здесь же можно было продемонстрировать свое умение в разборке-сборке автомата Калашникова. Само как-то в школе научили. В школе? Да. Сложно? Нет. А как считаешь, может пригодиться в жизни? Всегда пригодится в жизни. Автотехника больше интересовала парней. Машины, построенные на базе Уралов и Камазов, поражали толщиной брони и утилитарностью кабины салонов. Ну, интересно посмотреть, посидеть. Я полностью солидарен с моим мнением. Классное ощущение, когда трогаешься своими руками. Это прямо передает какую-то отдельную атмосферу. Атмосферу и правильное настроение добавляла акция «Георгиевская лента». Символ победы и памяти раздавали курсанты НВИ. Они же и рассказывали, как можно прикрепить ленту на одежду. Выдаем памятку. Здесь есть три способа закрепления ленты. Выбирайте один из способов. Формат акции «Бессмертный полк» в этом году поменялся. Фотографии своих родственников, ветеранов войны, теперь можно было выставить в интернете или, как сделали эти сотрудники вне ведомственной охраны, прикрепить на машину. Называется это «Бессмертный автополк». Это мой прадедушка Русанов Яков Иванович. Родился 14 января 1913 года в селе Иланка у Старского района Новосибирской области. Учился в церковно-приходской школе, окончил 4 класса. В семье было 8 братьев и сестер. В 1940 году был призван на финкскую войну. И таких машин с портретами ветеранов в Новосибирске будет немало. Акции в преддверии основных мероприятий, которые состоятся 9 мая, продолжаются.